Всем привет, друзья! Мы на канале Virtus.pro. Наконец-то снова вместе, наконец-то мы делаем для вас контент. Вова Миненко у нас сейчас временно главный, ответственный за интервью, потому что он остался один на буткэмпе и ждет всех своих тиммейтов. Вова, ты не успел соскучиться по мне. По тебе? Да не особо, мы же видели, что писали. Но тем не менее, мы с тобой не виделись с тех пор, как ты снялся в Миссис Марк Упп-шоу и уехал отдыхать с командой. Расскажи, куда ты поехал и что вы делали там? Ну, мы поехали в Сочи. Как это все было, я просто Леху спросил, что делает. Он написал там отдыхает, бла-бла-бла, поедет на чемпионат мира, у него есть там билеты лишние, если хочешь, приезжай. Я позвал Рому, он согласился и мы поехали на чемпионат мира. Потом к нам присоединился еще Роджер со своей девушкой, но на них билетов не было. По итогу мы приехали, в первый же день мы просто посидели, пообщались, отдохнули. На второй день мы пошли в парк аттракционов. Очень крутая тема, очень советую. Что самое классное там было в парке? Ну, там было три самых топовых вообще, но из этого выбрать сложно. Для каждого свое. Была фиолетовая, я не помню, как называлась, была Змей Грыныч и была, которая тебя вверх еще подкидывает. Вот Змей Грыныч, очень крутая тема, но если ты на передних рядах сидишь, ты думаешь, что тебя выкинут. Фиолетовая до 130 разгонялась, по-моему, километра в час, и тебя подбрасывала на 100 метров вверх еще третья. И никто не пасовал, никто? Все шли? Ну, естественно. Круто. Мы как бы готовились к другому совсем, это так просто был разогрех, скажем так. Ну вот, расскажи, вы же прыгнули. Потом мы пошли на чемпионат мира, попали на суперматч, Германия-Швеция, перенасыщенный был день эмоциями, потом в следующий день мы решили поехать в скайп-парк. Подожди, расскажи мне про матч, ты за кого болела, почему? Да, я не любитель футбола, но вообще я болел за Германию. Не знаю, я глор, мне очень нравится, как они передают мяч и держат его, просто какое-то такое эстетическое удовольствие получаешь, когда смотришь на эйфельдру. А что самое крутое было именно по атмосфере? Что тебе больше всего тебя впечатлило на стадионе? Ну, там были, ну, вообще, там три вещи, например, такие супер запоминающиеся были, это когда Швеция начала орать, там, на восьмой минуте примерно, и что-то смотришь на сектор Германии, и там один флаг, и потом через секунду там весь сектор был в флагах, весь вообще, все люди почти достали эти флаги, потом мне растянули футболку на весь огромный этот стадион тоже, красиво было, ну, это Германия. Болельщики просто нереально крутые, и, естественно, момент, 94-я минута уже, там, конец игры, последний штрафной кросс забивает. Круто было. Леха еще говорил, давай уже сваливаем, чтобы побыстрее уйти, уже ничего не произойдет, я говорю, нет, подожди, оставься. Круто. А ты был до этого на стадионе хоть не раз? Нет, ни разу в жизни. Это было, ну, это хороший опыт, мне понравилось, было прикольно. У нас еще места крутые очень были, мы прям в середине были, мы видели все поле идеально. Супер круто, вообще. Ну и все, следующий день, потом... Следующий день мы пошли в скайп-парк, поехали. Ну, там много было актерционов, мы почти на всех были, но самое запоминающееся, естественно, это банджо. Вот, все с него прыгнули. Сколько метров? 207. Что было самым страшным для тебя прыгнуть, именно прыжок совершить? Вообще, как это происходило? У вас был какой-то инструктаж, там, сколько вы готовились? Что делать, я объясняю, что говорить, но там довольно легко, тебе нужно просто оттолкнуться, и по итогу, когда ты второй раз подпрыгиваешь, тебе нужно трос отцепить, чтобы рыбкой не плыть. Самое страшное, наверное, было пройтись по мосту первый раз, все остальное уже так себе было. У нас даже банджо уже, то есть, просто если ты готов к этому, то ты прыгнешь. Как бы, тебе страшно, конечно, но такое. А вот, когда встали на мост, это было, особенно, когда ты руками, ну, ты первый раз вообще в жизни на такой подвесной мост, приезжаешь, становишься, руками не держишься за поручни и смотришь вниз. Неплохие такие ощущения испытываешь, особенно, когда боишься высоты еще. По сравнению с аэротрубой, теперь-то ты можешь сравнить? Аэротруба вообще ерунда. Ну, естественно, это детский лепет вообще. Первый класс, второй класс. А кто придумал вообще поехать и попрыгать с этой штуки? Ну, я не знаю, наверное, они вдвоем, Леха и Малый, они четрофлили, и вот так вот получилось. А кто первый прыгал? Леха, ему выпал жребий, но он сказал еще, мы начали. Вытянули жребий, да? Да нет, просто, ну, можно так сказать, это внутренняя команда там. Круто, блин. Ну, какие чувства во время свободного именно полета испытываешь? Ну, первый, ну, ты летишь примерно 7 секунд, но ты ничего не понимаешь, слишком большая скорость полета и как бы, вот. Еще институт тебе говорит, не смотри вниз, и ты, естественно, первым делаем, ты смотришь вниз и понимаешь, как-то... Окей. Да, потом говорит, 5-4-3-2-1, быстро, и ты должен прыгнуть. Есть, смотри, всегда вдаль, Вова, 5-4-3-2-1, полетел. Ты можешь с чем-то это чувство сравнить в твоей жизни? Хоть когда-нибудь ты, может быть, что-то близко подобное испытывал? Может быть, это как-то похоже на что-то, когда испытываешь какие-то чувства во время игры, во время... Ну, возможно, когда ты выходишь... Ну, конечно, когда я выходил на сцену, возможно, на Инте, против переда Лафа игрой, я испытал примерно чуть-чуть похожие чувства, потому что какое-то волнение было, предвкушение. Волнение с предвкушением такое смешивалось, и это довольно интересное такое прикольное чувство. В прошлом году вы готовились в Москве на буткэмпе и жили по американскому времени. Сейчас вы поедете готовиться уже на буткэмп в Канаду, прям сразу. Как ты сам думаешь, что лучше будет для вас? Да, это... я не знаю. Все будет зависеть, как... ну, что лучше, ты не можешь сказать сейчас. Ты не можешь предвидеть ситуацию. Ты можешь просто предположить, что в прошлом году вот так получилось, в этом году можно попробовать по-другому. А какие очевидные преимущества подготовки в Канаде? Другие команды. Команды? Да, мы из других команд хотим поехать, чтобы пленироваться с сильными соперниками. А ты уже знаешь о том, что какие-то такие другие ключевые команды тоже в Канаде будут находиться? Да. Смотри, в последние несколько дней Лил постоянно постит какие-то забавные инсайды у себя в Твиттере, там у него какой-то челлендж массовый. Может быть, ты тоже можешь какой-то забавный инсайд вспомнить, который связан с командой? Ну, у нас есть ритуалы какие-то, знаешь, ну, это не ритуалы, это я так сейчас называл, чтобы люди как бы просто приблизительно поняли, о чем я. Ну, иногда мы, у нас малый смотрел в ВК-группу, у него есть одна, вот, и мы иногда смотрим оттуда видосики, чтобы просто посмеяться, расслабиться, пообсуждать что-то, вот. Не буду говорить, что именно, вот. Ну, я даже могу, наверное, дополнить чуть-чуть, приличненько, что в группе в этой ужасные видео, но они очень сильно разряжают тебя, именно перед игрой, буквально, там, пять минут. Ну, они смешные, просто забавные видосики. Да. Просто до слез они ржут, потом идут играть. Да, хороший инсайд, спасибо тебе. Мы находимся сейчас на пороге самого главного турнира в году и в сезоне, конечно же, все об этом много говорят. У меня к тебе такая маленькая просьба, может быть, ты сам сейчас своим фанатам и фанатам Virtus.pro скажешь, как лучше всего они могут вас поддержать? Вот что вам обычно приятнее всего? Видеть, читать, слышать? Что самое классное, что делают для вас фанаты? Да, просто поддерживать. И, как бы, все. Ничего больше отнимем от вас. Ну, мы от вас вообще ничего не ждем и не требуем. Мы просто благодарны вам за это и все. Спасибо тебе, мы благодарны тебе, что ты снова согласился посниматься для ютюба. Это же привычка, мне кажется, уже вошла в привычку у тебя. Никого просто на буткемпе нет, мы не заставили. Спасибо, Вов. Я вернусь через дизелью к тебе. Не за что. Не забывайте, когда вы посмотрите это видео, если вы вдруг еще не подписаны на наш канал, подписаться на него, поставить колокольчик, лайк, оставить комментарий про то, какой Вовка классный, как вы любите. Instagram.com. Instagram.com. Да, Рамзес. Подписывайтесь на Рамзес в Инстаграме и на Марпу. И Вовке мы тоже когда-нибудь его заведем. Все. Я хочу, чтобы у вас было еще больше. Подписывайтесь на наш канал.